Сегодня у меня в студии Качанов Денис Юрьевич, доктор медицинских наук, заместитель директора Института онкологии, радиологии и ядерной медицины, врач-детский онколог и неоднократно лучший лектор Первомедицинского канала Денис Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, во-первых, поздравляю с юбилейным съездом, уже он десятый. Скажите мне, пожалуйста, нас смотрят не только детские онкологи и педиатры, но и педиатры, и вообще врачи первичного звена. Есть ли какие-то перспективы, что детские злокачественные заболевания будут излечимы? Можем ли об этом мы говорить, либо мы можем ли их как-то предотвратить? Есть ли какие-то такие новые технологии, которые, мы надеемся, разовьются и помогут нам существенно снизить вероятность этих заболеваний? Спасибо большое за Ваши вопросы. Ну да. На самом деле, говоря о перспективах выздоровления пациентов, они, разумеется, существуют. И детская гематология и онкология проделала огромный путь за последние 20 лет в нашей стране путем создания кооперированных исследований, в частности по остому лимфобластному ликозу и целому ряду других злокачественных новообразований, путем взаимодействия между специалистами различных специальностей, что позволило внедрить современные схемы лечения в текущую клиническую практику. Поэтому на настоящем этапе в зарубежных странах вероятность выздоровления детей с 2-качественными новообразованиями составляет порядка 80%. В нашей стране в крупных регионах, в крупных центрах с хорошо налаженной инфраструктурой эти, в общем-то, показатели приближаются к общим мировым. Но, например, на одном из заседаний в рамках текущего конгресса исполнительный директор Национального общества детских гематологов-онкологов профессор Варфоломеев сказал, что, например, информация из отдельных регионов показывает значительно меньшие цифры, поэтому, разумеется, нам есть к чему стремиться. И задача заключается, наверное, к тому, чтобы обеспечить всех детей в нашей стране единообразным и высокого качества медицинской помощью в рамках современных стандартов. И, собственно, Национальное общество детских гематологов-онкологов занимается стандартизацией диагностических лечебных подходов, внедрением в рамках крупных национальных центров новых схем лечения в текущую практику. Ну и, конечно, большая проблема, эта проблема уже в общем мировой, не только российской, заключается в том, как ликвидировать вот те, такой вот герб в 20%, который не позволяет нам говорить о том, что все дети со злокачественными новообразованиями могут быть излечены. В настоящее время существуют целые подгруппы пациентов высокого риска, у которых мы знаем, что прогноз в целом достаточно неблагоприятный. Поэтому, конечно, основные усилия детских онкологов во всем мире в настоящее время лежатся в двух направлениях. С одной стороны, оптимизировать лечение у этих 20% пациентов для того, чтобы постараться еще больше повысить показатели выживаемости. С другой стороны, пытаться максимально снизить, если это возможно, интенсивность лечения для тех детей, у которых есть хорошие шансы на выздоровление, для того, чтобы минимализировать отдаленные последствия химио-лучевой терапии. Путем внедрения новых подходов, в частности, обсуждаются вопросы иммунотерапии, персонифицированной медицины, таргетной терапии. И, соответственно, улучшить качество жизни у детей, которые станут взрослыми и должны прожить полную долгую, полноценную жизнь. Вот Вы сказали о 80% приблизительно, да, и что в больших наших российских центрах мы приближаемся к этим цифрам. Как Вы думаете, куда лучше направить усилия для тех, кто в регионах? По более качественной организации маршрутизации в большие центры или все-таки усиливать то, как организованы эти региональные центры, чтобы повысить шансы тяжелых детей на выздоровление в регионах? Ну, на самом деле, я не являюсь большим организатором здравоохранения, но я могу высказать только свое персональное мнение на этот счет. На мой взгляд, разумеется, нужно двигаться в двух направлениях, о которых Вы упомянули. С одной стороны, разумеется, нужно стараться повысить качество оказания помощи в регионах Российской Федерации. Практически все регионы сейчас, за исключением там очень небольшого числа, имеют или отделения, или специализированные центры, или, по крайней мере, выделенные специальные койки в театрических отделениях для детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Поэтому задача заключается, наверное, в формировании определенных стандартов оказания помощи на местах. И, разумеется, идеальная модель заключается в том, что ребенок, не уезжая далеко, не переезжая за тысячи километров от своего родного дома, не разрывая контакта с близкими и с семьей, мог бы получать специализированную помощь. И эта помощь гарантировала бы с высокой вероятностью достижение благоприятного результата. С другой стороны, мы совершенно четко понимаем, что мы должны пройти еще очень большой путь для того, чтобы это действительно произошло. И, наверное, вы правы, что должно существовать четко и должно быть разработано в рамках Национального общества детских гематологов-онкологов маршрутизация пациентов. И она, в общем-то, во многих случаях при определенных нозологических формах существует уже сейчас. Просто требуется дополнительное улучшение этой модели, когда пациенты, относящиеся, скажем так, к благоприятным группам риска, могут получать лечение в центрах, в которых есть вся доступная для этого помощь. С другой стороны, если у пациента есть какие-то специфические потребности, прогноз более серьезный и требуются какие-то высокотехнологичные методы лечения, включая, например, трансплантационные технологии, включая сложные хирургические вмешательства и какие-то сложные варианты лучевой терапии, то такие пациенты должны своевременно направляться в специализированные крупные центры. Спасибо. Вот мне хотелось бы уточнить. Те международные протоколы и российские протоколы оказания помощи, ну вот, например, по какой-то определенной одной и той же нозологии, они существенно отличаются? Или в целом есть... Ну, раз у нас цифры в больших центрах приближаются к международным, то наверняка они совпадают, да, по доступности медикаментов, видов какого-то лечения, иммунотерапии в том числе. Ну, я думаю, что, разумеется, здесь так трудно ответить на этот вопрос, обобщенно говоря, о всех локачественных новообразованиях, да, поскольку их очень большое количество, и, соответственно, у нас оптимизация терапии движется, ну, разными путями, скажем так. Первое – это создание оригинальных российских протоколов лечения, в частности, острого лимфобластного лейкоза, и здесь модель протокола Москва-Берлин, которым руководит профессор Карачонский Александр Сакович, является, наверное, таким вот символом, к которому нужно стремиться. У нас есть оригинальные российские протоколы по различным другим видам злокачественных новообразований. Второй вариант – это адаптация тех лучших практик зарубежных, которые существуют, и применение этих подходов в лечении других видов злокачественных новообразований. В частности, я в большей степени специализируюсь на лечении солидных злокачественных новообразований, и в этом вопросе, как правило, крупные центры адаптируют существующие европейские, международные, североамериканские протоколы, и с возможными определенными модификациями, которые позволяют иметь доступ ко всем препаратам, которые включены в этот протокол, и, соответственно, позволяют добиться того, что дети в разных центрах могут получать это лечение. Поскольку, конечно, основная задача детской онкологии является кооперация, и этот конгресс как раз посвящен тому, чтобы люди могли встретиться, объединиться, поделиться своим опытом, обсудить возможные совместные проекты, и создание кооперации в различных видах злокачественных новообразований является первоочевидной задачей. Я думаю, что в будущем, конечно, это будет происходить более активно. Спасибо. Одна из секций этого конгресса посвящена юридической поддержке врачей. Мне кажется, это очень важный вопрос. Насколько в специальности детской онкологии стоит вопрос врачебных ошибок остро, с учетом, опять же, большого количества протоколов, например, в фармакологической терапии, где вроде бы очень мало возможностей ошибиться, насколько необходима юридическая поддержка врачей в детской онкологии? Я думаю, что в принципе в медицине юридическая поддержка очень важна. И на самом деле очень правильно, что организационный комитет конгресса выделил специальное время и организовал специальные сессии, посвященные юридической поддержке врачей, поскольку в настоящее время мы видим, наверное, некоторый перевес в целом в нашем обществе в пользу преобладания защиты прав пациентов, но при этом никто в меньшей степени уделяет внимание проблемам защиты врачей. Действительно, во многих ситуациях врач менее защищен в силу того, что он может лечить очень редкие заболевания. При этих заболеваниях не существует стандартной терапии, не только в России, но и за рубежом. Это может быть консенсусное мнение экспертов по проблеме, это может быть просто анализ литературы, если мы говорим, например, о очень редких видах злокачественных новообразований. Соответственно, во многих ситуациях это решение мультидисциплинарного совещания, решение консилиума врачей, конечно, юридическая поддержка при принятии сложных решений должна осуществляться. Я думаю, что должны быть специальные группы юристов, которые обеспечивают поддержку врачебного сообщества. Хотя, разумеется, никто не отрицает существование врачебных ошибок и того, что пациенты тоже имеют право защищать свои права. Поэтому должен быть, мне кажется, в этом вопросе абсолютно баланс. Ну и, наверное, последний мой вопрос по поводу взаимодействия с пациентскими организациями. С учетом того, скорее даже с родительскими, потому что вы вроде бы лечите детей, но, по сути, взаимодействуете с родителями. Фонды, родительские организации, они вам помогают в работе или иногда мешают? Ну, опять-таки, вы задаете очень такой широкий вопрос. Чтобы дать возможность вам высказать. Да, я думаю, что на самом деле это зависит уже от конкретных организаций, конкретных фондов. В целом, конечно, я думаю, что мы приближаемся в некоторых вопросах к той модели, которая существует на Западе, когда и врачебное сообщество, и благотворительные фонды, будь то просто фонды, организованные какими-то меценатами, или это родительские группы, которые сформируют фонды для поддержки конкретных заболеваний, двигаются в одном направлении и не только взаимодействуют, но и поддерживают в чем-то друг друга. И я думаю, что у нас есть очень хорошая, во-первых, модель того, что теперь родительские организации имеют возможность в рамках Конгресса национального общества детских гематологов-онкологов проводить собственные сессии. Плюс ко всему, в рамках этого Конгресса проводились сессии не только, где родители обсуждали какие-то проблемы своего родительского сообщества и организации, наверное, родительских организаций, но сессии, на которых родители приглашали экспертов из разных сфер знаний, включая иммунологию, гематологию, онкологию, для того, чтобы врачи-эксперты представили родительской аудитории ответить на определенные вопросы, которые существуют, возможно, развеяли те мифы, которые также очень сильно давляют в нашем обществе по определенным аспектам. В частности, вчера была сессия, как раз посвященная, наверное, вовлечению родительских организаций в повышении знаний выживших пациентов и их семей о отдаленных эффектах, о важности соблюдения здорового образа жизни, о важности следования рекомендациям по вакцинопрофилактике, поскольку во многих ситуациях эти аспекты остаются абсолютно серой зоной, которая неизвестна в полной степени врачам-педиатрам, это неизвестно в полной степени родителям и тем более пациентам, когда они становятся взрослыми, как это существует на Западе, когда каждый пациент, который получал когда-либо лечение, имеет четкую, скажем так, медицинскую информацию о том, что он должен делать на протяжении всей своей жизни. Есть ли у него какие-то ограничения с точки зрения физической активности, есть ли у него какие-то рекомендации по проведению скрининга с целью выявления органной токсичности и, возможно, вторичных злокачественных новообразований, поэтому я думаю, что это очень хорошая модель. В нашей области, в частности, появилась несколько лет назад родительская организация ЭНБИ, которая поддерживает родителей детей с нейробластомой, это одна из частых видов солидных злокачественных новообразований, и, собственно, тот вид опухолей, при котором существует проблема в лечении у пациентов группы высокого риска, поскольку дети с нейробластомой группы высокого риска в настоящее время выздоравливаются вероятностью менее 50%, то есть это очень одна из болезненных точек детской онкологии, на которую направлены наши усилия. И, соответственно, вот эта вот модель, ну, это был, наверное, такой первый опыт в моей личной практике общения с родительскими организациями, показала, что, ну, мы можем именно взаимодействовать и сформировать такие партнерские равноправные отношения, когда пациенты получают преимущество, и родители от контакта с врачами получают какую-то новую информацию, и, соответственно, врачи, наверное, тоже чувствуют поддержку, и, наверное, двигаясь в таком едином направлении, мы можем, ну, поднимать те волнующие вопросы, например, в сфере лечения нейробластома, которые существуют, в частности, например, вы перед этим задавали вопрос о доступности всех видов помощи, разумеется, есть препараты, которые в настоящее время существуют за рубежом, которые, ну, наверное, не существуют во всех странах, но входят в стандарты лечения нейробластомы группы высокого риска в развитых странах, и, соответственно, пока недоступны в России, в частности, говорю о определенных вариантах иммунотерапии, ну, причин много, причин могут быть связаны с тем, что препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации, и до настоящего времени стоимость лечения тоже, в общем-то, лимитирует его доступность, поскольку, в общем-то, надо понимать, что в России существуют механизмы обеспечения пациентов не зарегистрированными препаратами, это можно сделать абсолютно как бы на законных основаниях, и есть специальные регламенты Министерства здравоохранения, но ряд препаратов является крайне дорогостоящим, и, в общем-то, это представляет определенную проблему. Поэтому я думаю, что взаимодействие врачей, как сообщества и родительских организаций тоже может, ну, наверное, поднимать вот эти вопросы обеспечения конкретных групп больных конкретными препаратами на новый уровень, и вот это взаимодействие может быть более продуктивным с точки зрения привлечения внимания уже регулирующих органов на проблему конкретной группы пациентов и необходимость обеспечения их новыми видами лечения. Спасибо. Для наших врачей-педиатров первичного звена я прошу вас повторить еще раз ресурсы или тот фонд, о котором вы говорили, где можно найти информацию по наблюдению пациентов после лечения нейробластома. Ну, наверное, может быть, и я... ЭНБИ – это родительская организация, ЭНБИ, да, она существует на протяжении нескольких лет. Кроме этого, если говорить о... Вы задавали до этого вопрос о профилактике предотвращения злокачественных новообразований, к сожалению, но, в общем-то, во многих ситуациях злокачественные опухоли у детей – это проблемы развития, да, проблемы быстрой пролиферации органов и тканей, и, соответственно, причины их развития в большей степени кроются в определенных генетических поломках и патологии развития, поэтому это в меньшей степени профилактируемо, чем взрослые опухоли, где очевидны факторы вредных различных привычек, влияния различных внешних канцерогенов, поэтому... В детской практике есть определенные подгруппы пациентов, имеющих, например, генетическую предрасположенность, и, соответственно, дети, у которых установлен определенный генетический синдром, могут получить преимущество от скрининга, который может быть достаточно простым. В качестве примера можно привести опухоль нафробластом, это одна из самых частых злокачественных опухолей почек у детей, и, соответственно, при нафробластоме с вероятностью 12% существуют различные синдромы, которые приводят к повышенному риску развития, и если у ребенка выявляется синдром до выявления опухоли, то такой пациент может получить преимущество от того, что ему будет рекомендовано проведение скрининговых мероприятий, видеотразвукового исследования, анализы мочи, то есть достаточно простых, доступных, общедоступных процедур, но которые могут позволить выявить опухоль на более ранней стадии. Соответственно, одной из тем настоящего Конгресса как раз является внедрение новых технологий для секвенирования генома человека, для выявления и подтверждения на генетическом уровне синдромов, предрасполагающих к развитию злокачественных новообразований, поэтому это такая тема, которая тоже будет развиваться, и совершенно очевидно, что если у нас есть подобные пациенты, то они требуют медико-клинического консультирования, и они могут получить преимущество от скрининговых программ. Большинство других пациентов, конечно, рассматриваются как больные со спорадическими формами злокачественных новообразований, и при этих формах, ну, их в настоящий момент нельзя профилактировать. То есть с определенной частотой, достаточно низкой, злокачественные новообразования возникают в популяции, поэтому скрининг показан только очень селективным группам больных. Ну, это такой более глубокий скрининг, наверное, да? Поверхностный вид диспансеризации он показан? Ну, скажем, поверхностный, разумеется, показан любому ребенку. Он как раз может в правительские случаи как-то выявить. Ну, разумеется, да. Ну, и, конечно, врачи-педиатры должны понимать, и, в частности, Национальное общество детских гематологов-онкологов тоже проводит такую просветительскую работу. Есть выездная образовательная программа для различных регионов Российской Федерации, в рамках которой рассказывается, в частности, о ранних знаках злокачественных новообразований, о том, на что врачи должны обращать внимание, поскольку, с одной стороны, по качественной опухоли очень разнообразны по своей клинической презентации, с другой стороны, они встречаются достаточно редко, поэтому постоянное, наверное, напоминание о том, что при наличии не классической, не типичной, не укладывающейся в какой-то, ну, конкретной синдромы и заболевания клинической презентации, врачи должны помнить о существовании злокачественных новообразований, обращаться за консультацией к детскому онкологу-гематологу, и это может спасти время и улучшить результат. И вы задали вопрос по поводу диспансерного наблюдения, поздних эффектов, это тоже тема, ну, такая очень животрепещущая, которая также продолжает развиваться. В качестве возможного материала, который общедоступен, находится в открытом доступе, я могу предложить как раз российский журнал детской гематологии и онкологии, где есть специальная рубрика, которая ведет муртах фугиза и марат, которая посвящена как раз освещению возможных вариантов отдаленных побочных эффектов и тех мероприятий, которые могут проводиться для уменьшения риска их развития. Это должен делать врач первичного занятия? Мы говорим о том, что, ну, во-первых, разумеется, вы говорите о том, кто должен проводить наблюдения. В идеале, конечно, да. Но мы понимаем, с учетом особенностей нашего здравоохранения, особенностей организации работы, что врач-педиатр хочет получить четкие инструкции. По крайней мере, если он сталкивается с этой проблемой, в качестве возможного источника информации он может зайти на сайт журнала, и там в каждом номере практически предоставляется информация по различным органам и системам. Понятно, что если у него есть вопросы, он должен обращаться к курирующему ребенка, специалисту, который должен ответить на все вопросы, дать ему более четкие рекомендации. Денис Юрьевич, спасибо вам большое.